здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим об очередном ноже который был предоставлен для обзора новосибирский магазин ножек клинок будет это нож производства немецкой компании беккер который называется беккер плюс патриот прежде чем показать вам сам нож как я обычно это делаю хочу сказать ну кое-что о нем заочно во первых хочется сказать что это первый нож который был сделан компании беккер по дизайну австрийского дизайнера реймонда лотака ну надеюсь что правильно читаю его фамилию вот это его клеймо сделано на этом ноже это во первых во вторых как вы уже можете заметить по надписи на клинке но и на коробке я вам так вот это покажу тоже довольно необычно выглядит это первый нож который выпускается под торговая марка беккер плюс сделанный соединён штатах америки то есть нож сделан сша что обычно не бывает если кто то не знает под торговой маркой беккер плюс ножи выпускаются обычно в юго-восточной азии то есть были разные варианты есть что-то они делали в италии насколько я знаю по моему в японии какой-то нож был выпущен в основном это так это первый нож который сделан в сша вот то есть это вот такие два момента которые этот нож делают первым чем-либо то есть видите здесь тоже надпись декор плюс юсей вот ну я думаю что начать наверное стоит со следующего вы видите тактики технические характеристики ножа в кадре сейчас но я не могу удержаться от того чтобы нож кадре не зависеть потому что взвесить его конкретно стоит вот так весит этот нож 66 грамм приблизительно нож скажем прямо конечно может быть не абсолютный рекордсмен но точно что для среднеразмерного складного фолдера коим он является ну является как минимум очень легким ножом вот с этого мы наверное начнем давайте поговорим об этом ноже посмотрим на него немного поближе я поделюсь с вами своими первыми впечатлениями об этом ножи рукоять у него сделаны из пластика это не g10 как вы можете видеть а именно такой термопластик сказать что она имеет какую-то запредельное там качество подгонки на рукояти вот спейсер допустим здесь ставлен да ну здесь нельзя но это кстати нормальное такое качество производства которое бывает у американских производителей то есть я здесь такого ничего страшного не вижу да мы с вами имеем дело с довольно недорогим ножом американского производства клипса клипса очень кстати рабочая очень комфортная очень легко отгибающаяся и очень плотно держащая вот этот очень не тяжелый нож может быть переставлен на другую сторону крепежка клипсы такой немного необычный он скажем так не представляет из себя какого-то чудо инженерной мысли но тем не менее обычно делают по-другому клипс переставляется для левши но ношение всегда предусмотрено типа темляничное отверстие у этого ножа очень большое вы сюда можете продеть чего-то значительно крупнее паракорда если вам это необходимо зачем-нибудь вот ну собственно говоря честно признаюсь я вообще так спокойно отношусь к темлякам а тем более к темлекам на таких легких ножах ну возможно тем не менее что кому-то будет его так удобнее доставать хотя как можете видеть здесь нож все равно ориентирован так под немецкое законодательство то есть он будет довольно значительно торчать из карманов как бы со стороны будет видно если карман открыт что у вас там есть нож вот так это очень хорошая рабочая отдельно хочу обратить ваше внимание на винты на которых собрана рукоять ножа первое что интересно это то что в осевом узле не использована какая-то более мощная втулка чем те на которых ножи нож собран вот так ну по крайней мере на первый взгляд не разбирать его конечно не случалось но как видите здесь совершенно одинаковые винты по внешнему не думаю что это обман какой-то скорее всего здесь одинаковая фурнитура что дает предполагать вас ну дает возможность предполагать что случае каких-то бешеных ударных нагрузок во что-то твердое будете бить силой узел не является каким-то особо прочным что общем-то по большому счету подчеркивает назначение ножа потому что я думаю что вы видите что это резак снимающийся шпенек на клинке у этого ножа в соответствии опять-таки с законодательством некоторых западных стран в частности в некоторых частях германии запрещено ношение ножей с возможностью его открыть одной рукой поэтому как бы если это необходимо шпенек просто снимается и вы будете открывать его вот таким вот образом двумя руками вот но для тех у кого таких законодательных ограничений нет открывание одной рукой здесь предусмотрено однако ввиду использования замка бэклок ну в общем честно признаюсь никогда мне не случалось видеть ножей с бэклоком которые бы открывались слишком свободно то есть открыть рукой одной спокойно да ну конечно при этом какое-нибудь такое скоростное открывание какое возможно там типа например вот на 530 бенч мы летит тут она наверное затруднено так скажем ну не то чтобы невозможно но все-таки меньше наверно пусть кадре полежит мы еще о нем поговорим в контексте этого ножа на клинке стоп 4 7 традиционная для американских производителей сталь отдельные товарищи вообще считаю что это чуть ли не вот самая традиционная американская сталь которая может вообще быть на ножи использована ну скажем так после второй половины 20 века с этим наверно возможно где-то как-то пытаться согласиться наши номерные смотрите какой у него профиль клинка практически от обуха прямые спуски но как бы при этом есть определенная такая линия на обухе которая позволяет очень удобно зажимать нож точильных устройств и конечно придает ножу такой определенный дизайнерский шарм я думаю что вам то здесь видно выглядит правда здорово отдельно хочу обратить внимание на наличие вот такого вот назовем это чайла да то есть как бы не сразу бросается в глаза но тем не менее я думаю что для какой-то вот мелкой работы подобным ножом подобный чайл достаточно глубин он хотя и вроде бы не обладает какой-то специфической насечкой но он довольно травмобезопасным ощущается то есть обратите внимание как сделал край режущей кромки палец сюда кладется порезаться в общем опасность никакая если вы действительно используете чего по назначению кончик ну то есть ничего мощного кончик деликатный но при этом для такого ножа я считаю достаточно толстый клинок в этой части но он почти сразу идет на утончение естественно давайте попытаюсь еще кромочку показать подробнее вот обращаю внимание последнее время когда мне в руки попадают ножи бекер плюс что даже на ножах сделаны в юго-восточной азии те которые попадают мне в руки очень аккуратно сделано сведение за . именно аккуратно не смысле что используя какие-то высококачественные абразивы здесь конечно видно что доводки клинок мягко говоря не подвергался но вот то что подводы равномерная от кончика к рукояти это факт достаточно хорошо все это сделано из каждой стороны они тоже очень похожи друг на друга ну естественно за . такая на лентах прямо скажем точат и не сильно какими-то потом мелкими гридностями ножи конечно не доводит это факт то есть пятьсот тридцатый у меня после того как попался в профиль так сказать заточен вот прямо я так пальцем чувствую что много как интереснее но как бы это я так немножко здесь покажу то есть тоже не идеал ножка в их съемка специально не готовился на нем грязь по большому счету не за . вот в общем теперь наверное в пору переходить к моим впечатлениям об этом ноже удобные разнообразные хваты режущая геометрия очень небольшой вес такая традиционно присущие многим ножам из серии бекер плюс одноклинковым так скажем такая вот какая-то оружейная харизма нож все-таки позиционируется как тактикал хотя это не соответствует представлению складных тактических ножах очень многих людей но как бы я здесь честно скажу что понимаю почему его таким образом позиционируют потому что это такой тактический резачок вспомогательный тактически складной нож вполне понимаю очень такая легкая штуковина не мешается нигде на снаряжении всегда под рукой нужно что-то отрезать быстро достал отрезал сложил обратно убрал замок баклок конечно ну скажем так не самый возможно комфортабельный замок для какого-то скоростного использования но тем не менее открыть спокойно можно закрыть ну обо что-то одной рукой тоже да вполне вполне комфортно здесь все работает какой-то невероятной конечно механики скоростной там открывание всего узла здесь нет но этому ножу это и не нужно хочется сказать про него такую вещь вот как бы среди тех ножей которые сейчас есть в моей коллекции наверное ему бы конкурентом мог бы быть 530 бенчмэнт тоже нож делался и штатах америки аналогичная сталь очень похожие масса габаритные размеры здесь хочется заметить такую вещь патриот это нож который хотя я сделал ну скажем так на похожих аналогичным технологическим способом это нож наверно все-таки несколько менее традиционный во первых чем известный нож мало парню во вторых он более дешевый то есть я вообще должен сказать что наверное за такую цену сколько сейчас просят за патриот но аналогичных ножей произведенных в сша вот именно этого типа в общем то существует довольно немного патриот дешевле чем 530 бенчмэнт но это совершенно безусловно поэтому хочется сказать что если вас действительно интересуют какие-нибудь такие вот американские ножи но по сравнительно то есть не они не дешевые но по сравнительно какой-то комфортной цене имеющие интересный дизайн на патриот реально стоит обратить внимание потому что ножик такой действительно очень интересный и хочется в конце вот резюмировать такие его мощные плюсы он очень легкий давайте я все-таки наверное раз уж 530 в кадре до скажу вам какой вес у него 66 грамм патриота прошу прощения и если не ошибаюсь до 54 грамма вот этого ножа то есть он всего на 12 грамм приблизительно тяжелее чем экстремально легкий нож компании бенчмэнт насколько мне известно бенчмэнт ничего дешевле ничего легче извините так и не выпустил вот здесь как бы этот вопрос тоже решил но при этом обратите внимание что все таки несмотря на то что дико люблю 530 серию бенчмэйда но вот у этого ножа более режущая геометрия клинка то есть потенциал здесь такой более интересный потому что ну во первых наверное можно придать ему какой-нибудь более менее интересный угол стали то та же самая можно даже возможно в некотором роде пересвести нож ну и как бы могу себе представить что возможно когда-нибудь такие ножи появляются постепенно здесь и вполне возможно даже вогнутые спуски но всегда будет резать акилазер как бы что при его весе и таких таком определенном удобстве ношения для многих людей может быть очень интересно то есть если для вас не критичны всякие скоростные открывания то это очень любопытный нож на который бы я очень рекомендовал обратить внимание надеюсь что он это было интересно большое спасибо за просмотр пока